Восточная Европа Другими странами Восточной Европы сегодня два пути. Первый путь — это путь дальнейшего сближения с Европейским Союзом, то есть исполнение требований Европейского Союза, если страна является уже его членом. И этот путь не ведет к экономическому росту. Когда французский эксперт, входящий в инициативу постглобализации, сказал, что необходимо разрушить Европейский Союз, то польский товарищ чуть не упал со стула. И это нормально, потому что в Восточной Европе привыкли равняться на Запад. Они не все и не очень пока представляют себе, что Запад, то есть Брюссель фактически, не могут предложить в Восточной Европе плана развития. И когда украинские чиновники взвешивают перспективы сближения Украины с Евросоюзом и с Россией, то они, конечно, стараются попасть туда и туда. Но так или иначе, я понимаю, что они, в общем, нацелены и на таможенный союз и хотят быть в этом проекте интеграции. А почему, собственно, они хотят быть в этом проекте интеграции тоже? Ну, во-первых, конечно, товарный обмен. Но если мы посмотрим на перспективу, то интеграция на Востоке, выстроенная по новым принципам, то есть не иерархическая, не дискриминационная интеграция стран, а может действительно стать основой для развития многоотраслевой экономической системы, развития и роста этой системы. А в то время как система экономической сегрегации в Европейском Союзе обеспечить такого развития не может. И как раз острый и затяжной кризис в Европе это доказал. Если даже в Соединенных Штатах ситуацию как-то держат под контролем, то в Европе ее не держат под контролем. В Европе кризис развивается и развивается уверенно и сильно. И это одна из составляющих кризиса той самой западной модели, в том числе западной модели интеграции. Поэтому если Восточная Европа стремится к развитию, если страны Восточной Европы, такие как Румыния или Болгария, хотят преодолеть нищету, хотят преодолеть это состояние, когда их индустрия была разрушена в интересах Германии, в интересах Франции, Бельгии, Голландии, то есть тех сфер, в интересах капитала из этих регионов, то им необходимо менять ориентиры. Необходимо менять ориентиры, необходимо переходить на новую систему интеграции. И тот возглас, что Европейский Союз необходимо разрушить, он на самом деле отражает ситуацию в Европе. Европейский Союз, вероятно, будет разрушен, разрушен изнутри. Его никто извне не торпедирует, он разрывается под тяжестью внутренних противоречий. И эти противоречия, они только усиливаются. И для Восточной Европы эти противоречия еще и изображают безысходность, куда идти, как развиваться. Сейчас нет плана. И вообще-то, если честно взглянуть на таможенный союз, то сегодня он и не предлагает пока такого плана. Но это не означает, что он не может быть основой для интеграции и развития. Поэтому я думаю, что будущее за новыми принципами интеграции. Но эти новые принципы, они не придут к нам из Брюсселя. Продолжение следует...